приветствую вас японские катаны рубящие летящую каплю дождя с вами федорович в этом видео мы посмотрим на поединке в которых канаты трещали по швам а ринг прогибался до пола ощущая на себе массу бойцов порой доходившую до 400 килограмм иллюзия это когда чудо в перьях считает себя птицей высокого полета также бывает и у бойцов в 1998 году великолепный эммануэль ярбро с весом по 270 килограмм вышел в ринг который чуть под ним не рассыпался на бой против молниеносного тациона кано вес которого был около 80 килограмм этот феноменальный бой продлился почти полторы минуты вернее на кано целых полторы минуты смог удерживать на себе половину бегемота пока из него не вышло прошлогодняя пути дача это место где семечка становится овощем а человек раком а в ринге человек становится тигром даже если он вошел в него бегемотом в последний день 2003 года организаторы k1 premium dynamite решили подарить всем людям настоящий новогодний подарок поэтому свели в ринге двух живых титанок великого геркулеса боба сапа с весом под 140 кило и величайшего уничтожителя суши akibono taro с весом под 220 кило на тактику сумоистского прессинга атаки боно бобби отвечал размашистыми плюхами демонстрируя всем свои банки и в этот раз мышцы взяли вверх над кубиками салов нам некогда читать классиков литературы достаточно что мы ими гордимся а вот смотреть на бои бойцов нужно гордиться ими недостаточно как раз один из таких боев на которые нужно смотреть произошел в 2005 году на турнире k1 world гран-при ведь в ринге друг напротив друга стояла мощно ликая горилла в лице 140 килограммового боба сапа и солнцеликая годзилла в лице 160 килограммового хонгман чоя с ростом в 220 сантиметров и Субтитры создавал DimaTorzok Дикая месива, которую не увидишь даже в дикой природе, закончилась победой с судейским решением для Годзиллы. Человеку прежде всего нужно работать над очищением своих мыслей. Без дурных мыслей нет дурных поступков. А бойцу прежде всего нужно работать над всеми сразу, ведь нельзя определить, что первостепенно. В 2005 году сумоист Алан Караев с весом под 220 кило решил испытать свои силы в ММА. Но в сопернике ему достался грозный и иногда бесстрашный Боб Сап со своими жалкими 140 кило. После передряги в партере все закончилось банальным джебом с закрытыми глазами от Сапа, которому Караев не был готов. Почему-то люди верят, что злого тирана всегда свергает добрый рыцарь, а ведь зверя может победить только более сильный и хищный зверь. Так же и в боях побеждает не доблесть, а сила и безжалостность. Хотя в нашем случае и побеждает тот, кто меньше ел на ночь. В новогоднюю ночь 2006 года гигант Сильва и Акебоно Таро вместо того, чтобы бахнуть по 50 бурячихи и провести старый год, пошли на поводу у К1 Дайномайт и вышли в ринг, чтобы обменяться жесткими плюшками. Но закончилось все тем, что Сильва заломал руку Акебоно, которой он вчера украл у него бутерброд. Не нужно делать людям как лучше, оставьте ими хитак хорошо. Так же и бойцам. Не нужно стремиться к идеалу, нужно одерживать победы. Прямо как 160-килограммовый Александр Лунгу, когда в 2008 году вышел в клетку против 170-килограммового марка Бентли и разделался с ним за 6 секунд. Чем мельче человек, тем крупнее обиды, а чем человек больше, тем страшнее месть. В 2010 году всемирно известный Эри Кэш по прозвищу Батербин с весом 170 кило, человек, который оставил свой след в мире бокса, решил испытать свои 6 кубиков сала в ММА. А в сопернике ему достался 140-килограммовый Мариуш Пудзяновский, который свои кубики пресса проработал отменно. Но клетка не подиум и мышцы здесь решают мало, а в нашем бою все решила неспособность Эша подняться с положения лежа. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, неотменно ждут близкие неприятности. А бойцы, которые не задумываются о подготовке к бою, после боя вообще думать не могут. Но глядя на 140-килограммового Титана Боба Сапа, кажется, что подготовка к бою это трата времени. Главное качать банки, а там как пойдет. Именно так и произошло в 2011 году, когда на турнире Супер Комбат против него вышел дебютант в кикбоксинге 160-килограммовый Александр Лунгу. Махач с закрытыми глазами закончился через одну минуту. В древности люди учились, чтобы самосовершенствоваться, а сейчас, чтобы выложить фотку в инстаграм. А бойцы всегда учатся для того, чтобы не улететь в страну розовых единорогов посреди боя. Прямо как Бобби Зверь со своими 140 кило, когда в 2012 году вышел и в ринг против Мариуша Пудзяновского с его 140 кило, который решил перевоплотиться из самого сильного человека на земле в самого мощного бойца. И у него это неплохо получилось. Есть девушки, которые хороши во всем, а есть, которые без всего божественны. Так же и бойцы. Есть те, которые умеют все, но проигрывают, а есть, кто без всего, но побеждает. Когда в 2012 году в Индии Боб Сапп со своими 140 кило мышечной массой вышел в клетку против двухметрового титана Джеймса Томпсона под 120 кило, мелкие индусы были готовы резать коров на шашлык ради такого зрелища. Но все закончилось неожиданной травмой Боба. Живи так, как хочешь и считаешь правильным ты, а не как ожидают от тебя другие. Так же и боец должен драться так, как хочет и умеет. В 2016 году на турнире Райзен в ринг вошли два отличных бойца, у которых, несмотря на внешние отличия, был один вес под 120 кг. Кирилл Сидельников, шестикратный чемпион мира по боевому самбо, и Крис Барнетт по прозвищу Плюшевый Мишка. Стронгмен с невероятной растяжкой и ударами ног, который решил подкорить ММА. Кстати, Барнетт сейчас выступает в UFC, а это вам не шутки. Бой продлился все три раунда, а победа осталась за Кириллом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, у вас достаточно веса, чтобы сразиться с этими монстрами. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.